Мне пришло штрафом 120 тысяч рублей Эти мошенники хоть это и сделали, но я не думаю, что это эффективно Честно, не хотела вам об этом говорить А вот, ребят, и вилла Сейчас будем с вами кое-что распаковывать 14-й айфон и красный чехол Он сломал руку Сбежал из дома, представляете? В общем, такая ситуация неприятная Если с вами знакомиться на улице, как правильно ему отказать? Ребят, в общем, всем привет Этот жук сегодня у нас сбежал из дома, представляете? И можно сказать, минуту он находился на свободе и бегал по улице Как это произошло? Пока Мирослава и Злата были в школе Няня повезла метка на стандартную процедуру На мытье и стрижку когтей Он раз в неделю ездит И представляете, в тот момент, когда няня заходила в машину с переноской Он лапой открыл переноску, выпрыгнул из нее и перебежал через дорогу В общем, Алле чудом удалось его обратно заманить То есть, ну не в переноску, а к себе на руку В переноску, конечно, его никто не заманил бы Ну, Алла там типа, медочек там, давай сюда, кис-кис-кис Там вот как-то так он замер, смотрит на нее И тут уже как бы он мог либо убежать стрелой куда-нибудь Либо все-таки поддаться И Алла его взяла под куртку и все Представляете, вот так вот Вспомнил вообще молодость Он же у нас уличный кот Он же первые 10 месяцев жизни жил на помойке В общем, сегодня день рождения моей мамы Сегодня 18 ноября Дарим мы ей 14 айфон и красный чехол Чтоб мама точно везде видела телефон, когда мы звоним ей Или пишем Пьем кофе и выходим Мама сейчас находится в салоне Preva7 Она сегодня с утра была на массаже Теперь ей делают укладку, макияж И мы ее оттуда забираем и все вместе, всей семьей проводим время Только моего папы не будет Потому что он позавчера вечером сломал руку Просто на ровном месте Поскользнулся об лед Потому что он был под таким слоем снега В общем, вот так вот Поэтому он не поедет с нами дальше Так что такие дела Берегите себя И своих близких Да, и своих близких, это точно Это точно, ребят Все, кофеечек, кофеечек И выбегаем У Мирославы и Златы, кстати, сегодня в школе конкурс чтецов Поэтому надо будет быстренько их школу сейчас забрать Переодеть Потому что они в очень строгой одежде И мы уже не заезжаем домой Едем дальше Отмечать мамин день рождения Такой сюрпризик ей семейный сделаем Вот суета, ребят Вот суета Едем за Мирославой и Златой в школу А потом в салон за мамой Поздравляем ее Едем за город Забираем девочек Субтитры подогнал «Симон» Что ты так обжел? Да? Что ты так обжел? Нет? Мирослава Мирослава Мама разговаривает со своей родной сестрой, тетя Ниной. Очень красивый макияж. Вау, реснички-то какие. Такая бабушка. Ну что, смотрим, какой маме сделали макияж. Очень красивый. Ребят, ну что же, мы едем за город, едем на виллу. Кстати, очень красивая вилла, и мы там будем первые, кто там остановится. Все вам покажу, расскажу. Кто смотрел мой прошлый влог, наверное, доказывается, где это. И Мирослава и Златы будут занятия по конькам, фигурному катанию. И они будут одни на катке, представляете? Засниму вам, как девочки катаются. И также у нас будет праздничный мельный кружок. И с нами. Видите, какие вы для меня близкие, вы зрители. Правда, столько лет меня смотрите. А я столько лет делюсь с вами. Так, оказывается, для вилл тут другой заезд, поэтому вот мы заехали в другом месте теперь. Нас вот ведут. А вот, ребят, и виллы. Это террасы на виллах. Тут, по-моему, 5 или 6 или 7 вилл, что-то такое. По-моему, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Да, 5 вилл. Нам открывают. Только непонятно, виллы такие роскошные. Такой маленький заезд. У нас же еще тоже тахо, большая машина. Еще больше роллса по ширине. Мы въедем, как ты думаешь, твои ставки? Ну, так. Какой у меня ледяной палец. Я в первый раз потрогала снег. Первый раз потрогала снег в этом году? Да. Класс. Ребят, тут, получается, машина стоит, а тут вот вход в виллу. Все, и Даша, пойдем на экскурсию. Это одна из пяти вилл. Виллы типовые. Вилле следующая планировка – кухня-гостиная. На втором этаже располагаются спальня в мутипальной кровати и детская комната с двумя раздельями на кровати. Все, я сейчас снимать обзор. Вика вырастила, блогера. В втором этаже собирают двуспальные большие кровати. Классно. С местным выходом на террасу. Ну, сейчас, да, сейчас лучше. Так, это. Заглянули и закрыли. Подышать свежим сосновым воздухом. Экологически. И спасибо, и спасибо. Да, и на этом поместительная гардеробная. Посчитана на всю семью. Да, поместительная. В отличие от партинга. Санузел. Алина санузлов. Вторая комната, например, одень ее кровати. Предназначена для одеток. С собственным самым узлом. Квардеробной, телевизором. Все. Это первая комната, знаешь, об этом? Здесь никто никогда не останавливался. Алина, да. Но мы его останемся навсегда в истории. Всегда останемся в истории этого места. У нас очень хорошие дети, к вам, друзья. Стиральная машина. Стиральная машина. Все встроено? Все доброе, как все. О, все ворота. Все ворота. Да, юзотипы. Я тут заметил, что тарелки мешают закрыть. Да? У нас ресторан и тарелки. А, ну ничего страшного. Ждем паскарки. Понятно. Ага. Это вы ресторан взяли на сегодня. Смотрите, как вы катаетесь. Вау. Мама, это лучший котел. Я не знаю, мы тебя идем покататься. И вам можно скритичить на саунами, электронными штабочками. Ладно, дать, пойдем. Вот замечательно. Классная кровать вообще. Классная кровь. Вот это да. Вот это да. Что это такое? Он у меня в руках поместится А он такого же размера Как у всех предыдущих Они такие большие Нет, нет такого же размера А у мамы маленькие версии У нее не прошки, у нее мини С другой стороны Смотрите, матовые черные Вот это да Мама по привычке Покажи Да Ну, приветствие новое И то, что бровь Да, кругленькая, наверное Ну, бровь или челка Передайте маме ее кусочек Все, угостение Спасибо Угостение, бабуля Вау Благодарю Я каждому желаю Один годик здесь Столько лет Столько и горит Столько лет Столько и горит Поздравляем мам, всем рождение Всем рождение Спасибо После ужина мы отправляемся с вами на каток Посмотрим, как Мирослава и Злата держатся на коньках Какие элементы уже, возможно, научились делать Музыка Музыка Мальчик первый раз стал на коньках Первый раз Ребята, сюда, пожалуйста, мальчики Пожалуйста Музыка 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 Вы такие, ой, как хорошо катает Да, вы такие Молодцы Максим, пожалуйста Максим, такая искренняя улыбка Мама боится за вас, что вы падаете каждую минуту А вон он очень катается, хоть бы что Ой Не слушает тебя, маму Не слушаю Максим, пожалуйста, иди сюда Ой, не могу Ну что, вон что, все Можно прослушать бутону? Нет Все, вообще не буду Нет, можно так Все, я вон ухожу, я даже даю крутую плюшку А это не причина Ну все, все Все, послушали маму наконец-то с десятого раза Ты рада, что тебя послушали, маму? Да они сами ушли, не начинали Да, конечно Очень круто Вик, причина, по которой мы ничего не умеем Выходите! Хватит! Вы упадете! Без тренера Вы безнадежны Зато за девочек маму не волнуваться Нет, сейчас у меня Нормальный человек Вика, болей за них, давай прыгай как черлидерша Так надо букву М сложить Да Ну типа того, да Просто я в шоке от того, что утворяет Максим Просто типа, как так можно первый раз встать на лед И я даже шагу сделать не могла И я даже шагу сделать не могла Что? Я шучу Все нормально, не закончили, мам Ага Кота-песики Ну как сегодняшний день вам? Очень хорошо А что в итоге-то сегодня больше всего понравилось? Рожка, тебя не видно Что? Моя дорожка Да ладно Вот так вот Боговая дорожка больше всего понравилась сегодня Ну что? Мы с Максимом уже дома Кто сбежал сегодня? Сейчас бы ходил, бродил в поисках еды Мы бы ходили, все его искали бы И нашли бы Ой, ребят, честно, не хотела вам об этом говорить Но просто ситуация перешла все возможные границы Поэтому рассказываю вам о некой Марии Астаховой Чья популярность, мне кажется, уже больше моей Потому что это видео, которое вы мне посылаете в директ Оно уже просто везде И вы мне говорите, Вика, прокомментируй ситуацию Вика, прокомментируй ситуацию Что ты скажешь? И я думаю, ну сейчас это, наверное, пройдет Через пару недель Уже перестанут мне об этом писать И вся ситуация уляжется Но вы продолжаете мне просылать это видео Я уже просто не могу зайти в директ И рассказываю, что Значит, что произошло Видимо, какие-то мошенники Взяли нарезки из моих влогов А конкретно из моего влога С поездкой на Мальдивы И озвучили это Что якобы это какая-то там Мария Астахова Которая очень обеспеченная Живет Ни о чем не думает Кайфует И все это потому, что она вложила куда-то там свои деньги Которые сейчас приумножают Мало кто знает, но вы можете не работать И при этом отлично зарабатывать Меня зовут Маша И у меня прекрасная жизнь Потому что я зарабатываю от 8000 евро в месяц При этом у меня много свободного времени Которое провожу с близкими Путешествую Могу позволить себе ходить в лучший ресторан И все, что я захочу Нет, у меня нет богатого мужа или отца Это все благодаря платформе Программа, которая покупает валюты дешевле, а продает дороже И все это без моего участия Я трачу всего 20 минут на настройку программы Всем желающим я оставлю ссылку на программу под этим видео Кстати озвучка максимально вялая Максимально не вовлекающая Так что эти мошенники хоть это и сделали Но я не думаю, что это эффективно И реально это видео уже просто везде Им постоянно пишут, что это не Мария Астахова, это Виктория Портфолио Они эти комментарии удаляют Новые каналы, новые Мне кажется, и в Телеграме, и в запрещенной социальной сети В общем, везде пытаются это видео распространить Но я думаю, что, конечно, уже в современном мире В целом все понимают, что это, конечно же, разводняк В общем, такая ситуация неприятная Частенько мои фотографии используются Там куча фейков с другими именами С моими фотками Но это уже реально трэш, я считаю Беспредел, вот, так что, если где-то такое видео видите Сразу жалуйтесь, ну, чтобы там блокировали Эти видео и так далее Показываю вам заказ от Bayer Приехал Значит, вот такая рубашка от Skims Это бренд Kim Kardashian Это у меня по-прежнему идет подготовка К нашему отдыху Я буду ее надевать с одним из моих Купальников RS, коих у меня уже очень много И целая коллекция, можно сказать И буду в этой классной рубашке ходить на пляж И внизу у меня будет купальник В общем, очень классная, мягкая Я ее не примеряла и даже примерять не буду Видно, что она классно сядет Это у нас S Дальше Следующее платье Тоже, вероятно, к поездке Я сейчас его буду примерять Еще не примеряла Очень интересно выглядит Как сейчас Saint Laurent Тоже топ такой популярный И сейчас у всех инстидив Но это вот платье Будем мерить Мне кажется, на моей постраннейшей Постраннейшей Постраневшей Фигуре Будет классно И мне очень понравилось Это минималистичное платье С акцентом на Вот эти вот брители Причем асимметрично Посмотрите Вот И вот спинка Я тоже его еще не мерила Буду сейчас примерять Ну, это история Исключительно на отдых Такое, знаете, платье-купальник И красиво с вами приседаем Не вот так вот как-нибудь А вот Не забываем Когда что-то упало у нас Красиво Он наклоняется всегда Помним об этом Ребят, посмотрите, какая красота Как я и думала Полностью вам уж показывать не буду Увидите уже, как я буду на отдыхе в этом платье Ааа, она такая красивая Все, надо обрезать Воу, уже эти джинсы становятся малы Сейчас немножечко Малы Фух, велики Конечно же Сейчас немножечко ремень затяну В общем, переоделась я к вечеру Прическу решила оставить вот эту вот Которую сейчас сделала во время примерки Просто волосы заколол двумя маленькими крабиками И выпустила две пряди Здесь даже такой небрежный хвостик виден Но мне это нравится И, конечно же, я немножечко подправила макияж И после этого в обязательном порядке Помыла кисти Какой бы я уставшей Какой бы я опаздывающей не была Я всегда после макияжа Мою кисти Во-первых, потому что на следующий день Приятно делать макияж А во-вторых, конечно же, это гигиенично Сейчас бы мне с вами кое-что распаковывать Но перед этим хотела сказать, что Чего мне не хватает в общении с вами Я частенько вам показываю Какие-то распаковки одежды Делюсь какими-то бьюти-секретами Но я понимаю, что практически мы с вами не общаемся На тему отношений И мне захотелось побольше об этом говорить Что вы думаете по этому поводу Поддержите ли вы мою такую инициативу Вау, ребят Параллельно мы с вами делаем распаковку Что тут может быть Что тут может быть Подсказываю такое-что из бьюти-сферы Опять-таки, да, у нас бьюти-сфера с вами И пока мы с вами распаковываем В общем, фишка в том, что мне Периодически хочется делиться с вами Какими-то своими лайфхаками Давать вам какие-то советы Потому что как ни крути Опыт жизненный у меня есть Все-таки 36 лет мне будет Поэтому я могу действительно На многие темы рассуждать С уверенностью Потому что неоднократно Была в тех или иных ситуациях И вела себя по-разному И понимаю, что работает И что нет Так вот, сейчас я с вами, знаете, о чем Хотела поговорить? О том, как себя вести Если с вами знакомится Например, на улице Молодой человек Как правильно его, так скажем Как правильно ему отказать Например, если вам не хочется С ним знакомиться Если вы состоите в отношениях Или у вас есть муж И представьте, с вами знакомится Молодой человек Как отказать ему так Чтобы его не травмировать И чтобы все это было На такой позитивной ноте Потому что вообще Насколько сложно Знакомиться с нами С девчонками Молодым людям Просто на улице где-то Потому что мы все Привыкли, что в соцсетях Знакомство происходит И это вообще невероятные смельчаки Которые готовы подойти К девушке в магазине Там, в кинотеатре Там, познакомиться на дороге Это вот прям вау Мужчины Вам нужно просто Ставить памятник Потому что вас Таких очень мало И вы на самом деле Самые смелые Можете вот так вот, знаете Брать свою судьбу в руки И принимать решение Знакомиться Не бояться То есть вы достаточно Уверенный в себе Молодой человек Вам в любом случае За это вот отдельный Респект от меня Если вы знакомитесь с девушками Вы прям очень крутой Так вот Потому что часто очень мало Таких мужчин Это просто большая редкость И конечно же Нужно таким мужчинам Давать позитивное Эмоциональное подкрепление Потому что Таких мужчин тогда не останется Если мы будем грубо Там отшивать их Если мы предположим Замужем или в отношениях Так вот Если с вами знакомится Молодой человек Что я считаю нужно ответить ему Вы не хотите с ним знакомиться Ну вот он говорит Вам девушка Там из серии Какая классная погода Там как вы же Отлично выглядите Может быть с вами познакомимся Там обменяемся С номерами телефонов Что вы ему отвечаете Что познакомиться Вы с ним не можете По такой-то причине Ну или просто Да Не можете с ним познакомиться Но Он вам невероятно Поднял настроение Невероятно Скрасил ваш день И вы ему так благодарны И вы так смущены И вообще Спасибо большое Мне действительно так приятно Такое внимание Но к сожалению Познакомиться не могу Но вы мне прям нереально сильно Подняли настроение И вроде мужчине отказали Но в то же время Он Никак свою самооценку Не уронил Не разрушил И У вас классное настроение У него классное настроение У него не пропадет Желание познакомиться С девушкой В реальной жизни После такого Вашего ответа И в то же время Как бы это отказ Понимаете Вот Такой вот вам лайфхак Расскажите Как вы отвечаете Молодым людям Если с вами знакомиться на улице А вы например в отношениях Или замужем Или нет у вас желания Знакомиться И вообще Расскажите часто ли С вами знакомиться на улице Потому что мне кажется Это сейчас такая редкость Ух Так а у нас распаковка Кстати с вами Да Коробка деревянная Первый раз открываю Поэтому Все достаточно плотненькое Это набор кистей Так давайте просто Откроем парочку кисточек Чтобы посмотреть Как они выглядят Как интересно Смотрите открываются Вау Очень классно Вот такой вот у меня Новенький набор кистей Я попользуюсь И потом вам расскажу Как он мне Ну упаковка честно говоря Впечатляет Нереально Очень круто Только что я вам говорила Какая я вся такая мудрая Буду делиться с вами опытом В отношениях Ну пришло время Раскрыть мою сущность Блондинки За прошлый месяц Какой прошлый месяц Вот Элементарно За октябрь За октябрь Мне пришло На мой Rolls-Royce Штраф За неоплаченную Парковку 120 тысяч рублей Представляете Ребят Вот так вот Оказывается рядом С фитнес-клубом Платная парковка И ее нужно было оплачивать А я этого не делала И 120 тысяч рублей Штрафы Пришли за один месяц За один месяц Я буду делиться с вами Моим опытом Жизненным Ребят Смотрите какие В Луилуи Красивые сервировочные Тарелочки Диор Это как Таро Кстати Это по-моему эта коллекция Да? Нет? Все высели Это тоже карты Таро Максим просто думал Что карты Таро Которые не цветные Пашулька Открывай сумку Забираем А вы раз сколько Умете сделать? Еще не научилась Мы тоже И здесь карты самого Дали Которые были им Не запретены А Листрации Сделали Алекса смеется Я для кадра ем Типа обычно ем Так? Да Камера включается я Ну что? Максим по прежнему без мяса Морепродукты только А тут у нас А тут у нас бургер с С чем? С фагорода Так Смотрите как Производится Уборка На столе Вот смотрите Вот тут вот крошки Прямо продемонстрируйте Как они сейчас исчезнут Вот видите? Немножко медик Да Сверху мы дополняем Вот фисташковым кремом И так же Апалагенную свежей малиной издробленной фисташкой Неплохо Я не знаю Ребят Хватит ли мне такого кусочка Что думаете? Да Пожалуйста Прошу Павлова Просто у меня хоть эстетично Сверху мы дополняем его земляничным соусом Который придаст особенную кисленькую десерку Когда у тебя лучшие друзья Я поддерживаю тебя Я не слышу хруста безе Света Светлана Светлана Я не слышу хруста безе А вы попробуйте карамельную профитроли Услышите хруст даже я к чему безе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok